Всем привет! В сегодняшней тренировке мы будем отрабатывать хуки, то есть удары сбоку и добавим нырьки. Но перед тем, как начать саму тренировку, я бы хотел рассказать о некоторых нюансах, не только о нюансах, а о важных вещах с моей точки зрения. Значит, первое, что я хотел бы сказать, это то, что мы с вами учимся прежде всего у молодого Майка, у Майка того, так сказать, который до тех пор, пока он не разошелся с Кевином Руни. Ну, в общем, как бы перестал с ним работать, да, так сказать, Кевин Руни перестал его, ну, так сказать, сопровождая, да, и прерывалась та связь, прямая связь, так сказать, с Касом, с началом, так сказать, его успеха и вообще его карьеры. Вот, и после этого, с моей точки зрения, Майк уже перестал быть прежним, то есть он много чего делал, что было запрещено в спорте, он допускал много ошибок во время спорта, он уже и морально, как бы психологически, психически уже был не тот. Вот, вот, и физически тоже, вот, поэтому, ну, конечно, некоторые нюансы могут быть, там, криви-исключения, да, можно что-то смотреть, как что-нибудь нельзя делать, или, может, еще что-то со временем может появиться, да, вот, ну, а в основном будем брать, так сказать, все уроки вот от такого Майка. Значит, что еще? Когда, вот, одна из таких важных деталей, значит, когда Майк наносил удары, особенно боковые, как говорят, да, удары сбоку, да, то он старался целиться именно в затылок, то есть в затылочную область. Вот, не то, чтобы основная цель именно, как бы, являлась затылком, но это с моей точки зрения, да, или как-то там по уху, или за ухо, или вообще туда, вот, но просто с моей точки зрения, что когда вы целитесь, как бы, подводите руку в эту область, да, то удар, как бы, больше вероятности, что он попадет плотно, да, плотно по голове, то есть четко, что он попадет, чем тогда, когда вы, как бы, по челюсти, да, и вроде, как бы, по челюсти считается, ну, очень, ну, как бы, хорошо попасть, да, удачно, вот, но на самом деле, когда вы целитесь и вообще кто-либо целится по челюсти, да, то удар получается зачастую или скользь, или вообще мимо, вот, вы можете заметить, что в многих боях, в обычных боях, то есть не конкретно в боях с майком, да, ноги наносят вновь и вновь друг к другу удары, как бы, вроде бы, да, но все равно продолжают драться, то есть нет никакого нокаута, вот, или часто уходят от этих ударов, вот, и зачастую даже не всегда специально, а просто вот в момент движения просто, как бы, мам, вот, значит, когда вы наноситесь, как я уже сказал, как вы целитесь, так сказать, в область затылка, да, то удар получается, как бы, ну, это, как бы, сравнить, ну, с тем, что вы частично, да, попадаете, да, как бы, легко попадаете во что-то, не полностью, да, и плотно, да, плотно, как бы, вот, в тело, вот, конечно, но тоже, да, не гарантия того, что если вы целитесь в затылок, то попадете ровно, скажем, по центру, да, но может быть чуть и ниже, чуть и выше, да, и иногда бывало у майка, что он, так сказать, как бы, за голову аж, да, аж за затылок заряжал, но это давало свои результаты, вот, и еще хотел добавить то, что, когда я в прошлом видео говорил о том, что, как бы, ну, что я не советую наносить, все время отрабатывать удары какие-то такие сильные размашистые, да, с большим, как бы, так сказать, объемным движением, вот, то это не означало то, что мы не должны, как бы, вкладывать массу ударов, то есть мы должны научиться, когда мы тренируемся, особенно бою с тенью, да, должны наносить удары, как бы, ну, до определенного места, да, момента, вот, но при этом вкладывать в это массу и максимальную скорость, то есть максимально сильную массу, то есть объем движения, так сказать, тела, оно должно быть, да, то есть, начиная от ноги, так сказать, переходя к корпусу и заканчивая рукой, вот, оно должно быть, но, как я уже сказал, вот такое, вот, и, конечно, мы и будем, и максимально тоже, так сказать, разные удары, разные прорабатывать, но основным должно быть, так сказать, то, что я говорил, вот, да, и еще насчет того, что я говорил в поводу затылка, да, чтобы мы это учитывали, когда мы тренируемся, чтобы мы понимали, что мы делаем, для чего это нужно, да, даже когда мы просто, так сказать, в бою с теми, вот, отрабатываем, чтобы мы много об этом думали, и тем более, когда мы об этом сгрушили, да, еще более, тем более, если мы работаем с лапками, скажем, и, допустим, уж тем более, спаррингуемся. Ну, в принципе, что, наверное, это основные нюансы, которые я хотел бы сказать в этом видео. Сейчас, в принципе, можно приступить непосредственно к самой тренировке. Значит, наносим удары в повестение сбоку и делаем уклоны, то есть уклоняемся. Когда мы наносим удар, так сказать, вправо, то мы из-под правой как бы уходим влево. И, соответственно, то же самое с левой стороны. Так как мы уже с вами обучались и недавно уклоном, да, то можно, скажем, и, допустим, подключить, допустим, уклон, да, и нырок, да, уже как бы совмещать одно с другим. Ну, скажем, начнем, допустим, там, с одного или с двух, в такой вот позиции, да, ударов. Допустим, первый, пускай, будет удар по корпусу, да, второй, допустим, удар по голове. Можете начать это с правой или с левой, это уже по вашему собственному желанию. И вообще можете и, как бы, другой комбинации, как бы, не обязательно так, но, как бы, просто мой вариант сейчас такой, допустим. Вот видите? И обязательно возвращаем руку назад, то есть, как можно быстрее. Допустим, можно просто по корпусу, скажем, два-три раза, затем чисто по голове, затем совмещать. Классическую. Значит, также мы можем, скажем, уклонились, да, и сделал, то есть, уклон, как удар по корпусу. Допустим, нырок, и удар по голове. Допустим. Продолжение следует. Продолжение следует. Допустим. Еще один нюанс Это то, что мы можем, допустим Как бы не то, чтобы зависнуть Но, скажем, уклонились И ровно Как бы в таком Полуровном положении Как бы Просто Уходим, скажем, допустим От хука Вот Но тоже нужно Как бы понимать Для чего мы это делаем Сейчас попробуем Вначале Перед нанесением удара Раскрутить корпус В первую очередь Обратите внимание То есть уже в этом случае Мы Еще больше Так сказать Вкладываемся в удар Но не делаем это аж как-то Куда-то То есть вкладываем корпус Вкладываем масло Но делаем это резво Хорошо 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 Значит, скажем, начнем по корпусу, потом по голове, потом будем совмещать. Выбирайте себе стойку, то есть положение, какое вы хотите. Ну, просто в данном случае мне лучше, как бы, скажем, что-то между, не прям ровно напротив, так сказать, одна нога напротив другой, ну и не чисто классической, да, что-то такое вот, как бы вот так. Сейчас, значит, я говорил по корпусу, но, так сказать, забыл, начинаем, как я сказал, по корпусу и потом уже по голове. Поговорили. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ Можно уже начинать, так сказать, делать разные вариации. ВЫСТРЕЛЫ Скажем, уклон, нырок, удар. Уклон, нырок, удар. Ну, подключать еще прямые раны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрабатываем вначале еще удары сбоку. Не спешим. Нужно, так сказать, научиться аккуратности. Это очень важно. Майк говорил о том, что аккуратность играет большую роль. Так сказать, в успехе. Ну, наверное, еще чуть-чуть и буду заканчивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По привычке уже тянется и хук. Ой, говорю, хук и апперкот. Но в этом тоже, как бы, есть смысл в том, чтобы выполнять именно ту задачу, которую мы себе поставили. Да, то есть понятно, что мы можем, допустим, еще добавить какой-то другой удар. Но если наша задача является, так сказать, тренировкой только одного типа удара, и мы этому придерживаемся, значит, это как бы улучшает наше внимание, то есть нашу концентрацию. Снова так. Есть одна комбинация, которую я раньше делал, выполнял. Значит, начиналась она, допустим, с боковых или прямых, и потом заканчивалась апперкотами. И всегда так и тянутся руки, так сказать, нанести этот удар. Быстро руку на свое место. Ну, наверное, на сегодня все. Спасибо за просмотр. И до скорой встречи в следующем видео. Всем пока.